Минтруд России намерен упростить работу с трудовыми книжками. Теперь трудовые книжки будут вестись и храниться по новым упрощенным правилам. В частности, работнику не придется знакомиться с каждой записью, вносимой в трудовую, подтверждая ознакомление росписью в личной карточке. Новый порядок не предусматривает необходимости дублирования в личной карточке работника, вносимых в трудовую книжку записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнение. В будущем Минтруд планирует более радикальный шаг – переход от бумажных трудовых книжек к электронным. Электронная трудовая книжка будет содержать данные о трудовой деятельности гражданина. Новая система предположительно начнет действовать в 2020 году. А уже в этом году планируется увеличить размер государственной пошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения. Соответствующий законопроект одобрило правительство России. Госпошлину за получение биометрического загранпаспорта с электронным носителем информации предлагается повысить с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет – с 1,5 тысяч до 2,5. За выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, предлагается взимать госпошлину в размере 3 тысячи рублей. С 1 мая в России стартовал эксперимент с курортным сбором. На этом этапе в нем приняли участие только два из четырех заявленных регионов – Ставропольский и Алтайский края. Крым и Краснодарский край перенесли срок введения налога на отдых. Разъяснено, что плательщиками курортного сбора являются физлица, достигшие совершеннолетия и проживающие в объектах размещения – гостиницах, отелях, кемпингах – более 24 часов. От уплаты освобождены местные жители регионов, несовершеннолетние дети, владельцы жилья, пенсионеры, герои России и СССР, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, а также студенты и другие категории граждан. Средства, полученные от курортного сбора, планируется направить на развитие и благоустройство курортных городов. Спасибо. Спасибо.